Всем привет! Если бы вы только знали, что со мной творится каждый Новый год, мне начинают писать просто все, буквально все люди и жалуются мне на то, что им очень грустно, скучно, одиноко. Они говорят, что у них нет новогоднего настроения, что всем есть с кем отмечать Новый год, а им одним только не с кем. И что всех любят, а только их одних не любят. Обостряется какая-то тоска, страдания, мучения, недолюбленность. И я всех начинаю успокаивать и утешать, говорить, ребята, не переживайте, новогоднее настроение это миф, его ни у кого нету, и у взрослых людей его быть не может. Просто кто-то продолжает его заглушать, гнать от себя при помощи каких-то покупок, подарков, мельтешений, суеты, а кто-то более такой, скажем так, взрослый, устойчивый, честный, смотрит на эту реальность широко раскрытыми глазами и продолжает испытывать скорбь, страдания, экзистенциальных мучений. Поэтому первое, что я вам хочу пожелать в этом новом году, это провести эти новогодние праздники абсолютно так, как вам будет комфортно, как вам больше нравится, хочется, как бог на душу положит и не париться по этому поводу. Потому что попытка заставить абсолютно всех людей испытывать одну и ту же эмоцию под одну какую-то конкретно определенную дату, это вообще называется инвалидизация. Я вам хочу пожелать, чтобы вы были счастливы в тот календарный день, когда у вас происходит какое-то значимое событие без привязки к каким-то формальным, стандартным, общедоступным праздникам. Пускай у вас это будет 13 июня или 25 августа или 3 сентября, любой-любой какой-то другой день. Я понимаю, что всем очень хочется испытывать ощущение чуда, волшебства. Не только всем хочется быть любимыми, всем еще хочется отмечать свою жизнь по каким-то определенным якорькам, чтобы обнаруживать, что она становится все лучше и лучше. И вы знаете, что я отношусь к той категории людей, которые считают, что чудо и волшебство возможно. Я вам хочу пожелать, чтобы не только на Новый год, а вообще, чтобы вы каждый раз, оглядываясь на свою жизнь, анализируя ее с радостью, гордостью за себя, удивлением, обнаруживали, что ваша жизнь с каждым Новым годом становится все только лучше и лучше. И чтобы это происходило не просто так, а за счет того, чтобы вы сами не унывали, работали над собой, предпринимали для этого какие-то конкретные определенные шаги и усилия, и чтобы вы радовались тому, что вы сами сделали себя счастливыми. Ну, еще, конечно, я тут отдельно должна сказать, что я очень рада, что мы с вами встретились друг с другом. Многие мне писали в комментариях, что я это лучшее, что случилось с 2019 годом. Я тоже считаю, что вы это лучшее, что случилось со мной в 2019 году. Я познакомилась с таким огромным количеством прекрасных людей. Я очень счастлива, я чувствую вдохновение, воодушевление от того, как вы уважительно, чутко и вдумчиво ко мне относитесь, как вы меня любите. И у нас сложились очень хорошие отношения. Я считаю, что наш YouTube-канал – это совместный результат наших плодотворных творческих усилий. Вы мне писали, что ваша жизнь изменилась, что она стала гораздо лучше. И я очень рада этому. Мне пока еще тяжело поверить до конца. Ну, это все так произошло достаточно недавно для меня вообще. Я еще даже до конца не могу поверить в то, что это все происходит. Я надеюсь, что мы с вами дальше будем продолжать оставаться вместе для того, чтобы содействовать реализации этого моего собственного пожелания. Ну, вообще, нас еще помимо Нового года ждет впереди новое десятилетие. Я делаю прогноз. Я уверена в том, что это будет десятилетие полнейшей свободы, любви в разных формах, в разных проявлениях, дружеской любви, свободной от условностей, что это будет десятилетие свободы от материальных благ, что это будет десятилетие заботы. Пускай будет так. Любите друг друга вне зависимости от того, какой сегодня день на календаре. Я буду любить вас и снимаю для вас новые видосики. Субтитры сделал DimaTorzok